Налогоплательщикам, которые имеют право на предоставление льгот по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогу, в начале года рекомендуют обратиться в налоговую инспекцию. Весной сотрудники ведомства начнут оформление платежных документов за 2019 год. Поэтому, когда произойдет начисление налогов, желательно, чтобы льгота была учтена в полном объеме. Основные категории налогоплательщиков, которые имеют льготу, это являются пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи. Льготы по налогу на имущество физических лиц могут получить пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи на один объект собственности – квартиру, дом или гараж. Что касается земельного налога, то льготники имеют право на налоговый вычет в размере 6 соток на один земельный участок. И транспортный налог. Данные категории указаны в законе о Нижегородской области. Пенсионеры у нас имеют льготу в размере 50%. Льгота представляется на одно транспортное средство, на легковые автомобили. Мощность автомобиля у нас включительно до 150 лошадей. Льготы в размере 100% на автомобиль имеют многодетные семьи. Родители, которые воспитывают ребенка-инвалида, и опекуны несовершеннолетних. Те, кто не имеет льгот, может воспользоваться новой услугой – единым налоговым платежом. Единый налоговый платеж является добровольным платежом. И это аналог электронного кошелька, куда налогоплательщик перечисляет денежные средства для уплаты имущественных налогов. После поступления этих денежных средств инспекция распределяет данные денежные средства в счет будущих платежей. Но данный способ не отменяет уплату имущественных налогов. Схема уплаты имущественных налогов остается прежней. Воспользоваться единым платежом могут те, кто, например, уезжает в отпуск или длительную командировку, чтобы не просрочить срок уплаты налогов. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.